Итак, настраиваем микрофон. Жизнь продолжается. И с нами Дмитрий Марьесис. Здравствуйте, Дима. Здравствуйте. Ну вот, продолжается жизнь и продолжается Ближний Восток. И вновь начинается бой. Весь прошлый час мы говорили о перемирии сирийском и обо всём, что с ним связано. Потому что кому-то оно вот совсем на ногу наступило, кому-то ужасно хочется его сорвать. А у нас как-то так и ничего. И результативность вполне понятна. И, как ни странно, в Америке, особенно среди военных, есть чёткое понимание того, что всё это да вроде и нормально. У нас, как ни странно, Пентагон вполне в регулярном режиме работает с нашими военными. То есть ничего подобного тому, что было ещё несколько месяцев назад, когда казалось, что вообще никаких связей нет и не будет. Ну, да, начальство натовское говорит всякие глупости, но так оно всю жизнь их говорит. Что ж теперь на них? Тем более, это не военные, а так, политические фигуры. А что там израильско-американские отношения на этом фоне делают? Потому что ведь есть Израиль как один из главных ключевых игроков региона, который пристально при этом на Сирию смотрит, но ни в ту, ни в другую сторону ничего там не делаешь, чтобы, вообще-то говоря, не вляпываться в очередную войну. Похож на ежа, который ощутился, и никого к себе не пускает и сам. Как мне просто объяснили, ребята, вот ещё Шарон говорил, последняя гражданская война, в которую мы влезли у арабов, это был Ливан. Вот всё, мы наелись. Что такое союз с теми, союз с этими? Потом они друг друга режут, а мы виноваты больше никогда. И при этом есть американцы. Ключевой союзник, стратегический союзник. Ну, какой союзник, мы много раз говорили уж, какой может он быть союзником. Врагов иногда не надо, но тем не менее. Вот что эти отношения сегодня, с вашей точки зрения? Ну, мне кажется, что отношения между Израилем и США, если их разбить на такие какие-то тактические блоки, ну, давайте посмотрим. Мы увидим разные уровни. Интересно, что просто за многие годы отношения настолько глубокие уже сложились, что можно прям посмотреть по каждому отдельному направлению. И вот если вы начали говорить про Сирию, то тут возникает довольно интересный момент. Действительно, Израиль оказался в, в общем-то, уникальной ситуации, потому что он выстроил очень прочные связи с Россией, с одной стороны, конкретно по вопросу Сирии. И мы видим, что Израиль позволяет себе там бомбить караваны, которые идут с оружием Хизбаллы. И мы знаем, что зачастую это оружие российского происхождения. И ничего не происходит. С другой стороны, Израиль является действительно союзником Соединённых Штатов. И интересно, что ни Россия, ни США не хоть будет крайне расстроены, если условно говоря, если Израиль втянется в конфликт в Сирии напрямую, потому что это всевозможные коалиционные какие-то соглашения и российские, и американские, и наше сотрудничество поставят под удар, потому что с обеих сторон есть местные игроки, у которых с Израилем напряжённые, как мы понимаем, мягко говоря, отношения. Поэтому Израиль выстраивает свою позицию именно по логике вот этого ощетинившего действительно ежа. А с американцами, на мой взгляд, довольно интересная ситуация. На личном уровне между сегодняшним руководством Израиля и сегодняшней администрацией президента США отношения довольно плохие. Обама и Нетаньяху, скажем так, между ними нет вот этой личной химии. Какая, к слову сказать, есть между Нетаньяху и Путиным? Это раз. Два, мы помним, что когда Обама шёл на второй срок, Нетаньяху открыто поддержал Мита Ромния, его основного соперника. Это вообще очень редкий случай, когда, как бы сказать, такая небольшая страна, и, в общем-то, как Израиль, которая по многим позициям действительно зависит от США, в общем-то, позволяет себе открытую фронту против действующей администрации держать открыто, поддержать соперника. Это довольно интересный момент. Но при этом он показывает всю прочность американо-израильских отношений, потому что, несмотря на всё это, несмотря на все такие негативные выпады с обеих сторон на разных уровнях, мы видим, что, например, военное сотрудничество между обеими странами продолжается. И, более того, администрация Обама выделила дополнительные средства, ну, Конгресс, который, в общем-то, это пролоббировал, но Обама как бы это поддержал, дополнительные средства в рамках военного гранта, который Израиль каждый год получает от Соединённых Штатов уже очень длительное время. Это не кредит, это именно грант, подарок. Это именно грант, подарок. Ну, там, понимаете, там хитрая система, ведь у американцев же есть вот эта система поддержки своих союзников, в частности, военных, да, поддержки. И Америка давно согласилась с идеей, что бы был мир на Ближнем Востоке, у Израиля должно быть военное превосходство, потому что это важнейший фактор сдерживания. И для того, чтобы его обеспечить, необходимо давать Израилю, особенно в силу каких-то там уступок, на которые Израиль шёл, определённое вооружение или деньги на эти вооружения. Но на самом деле это ещё такой хитрый стимул для развития, собственно, американской экономики. Почему? Потому что большая часть этих денег будет обязана быть потрачена внутри самих США. То есть, выделяется сумма, и на эти деньги израильтяне обязаны купить американскую военную продукцию. Соответственно, это спрос на американскую военную продукцию. Это дополнительные рабочие места в Америке, ну, или поддержка тех рабочих мест, которые уже есть. Это, по сути, рынок сбыта. Это раз. Два. Ещё отдельная история. Это совместные разработки. Ну, мы про это говорили с вами на прошлых встречах, про научно-техническое сотрудничество. Но вот один из аспектов именно научно-технического сотрудничества – это военное сотрудничество. То есть, Америка спонсирует, по сути, новые технологии, которые придумывают израильтяне, и получает доступ к ноу-хау, организуя производство, например, на территории тех же США. По причине, что это может оказаться, на самом деле, даже дешевле, чем делать в Израиле, потому что в Израиле нет природных ресурсов, то есть, нет сырья, которые есть в Америке. Простой пример – железный купол, как вот эта знаменитая система противоракетной обороны, которую разработал Израиль, железный купол. И когда увидели эффективность железного купола-1, к первому никакого отношения американцы не имели, то есть, это полностью была израильская заработка. И американцы захотели получить возможность доступа к этому. И для дальнейшей разработки железного купола были выделены специальные средства. То есть, и теперь Америка имеет право на определенный доступ к ноу-хау и таким образом регулировать американский экспорт, регулировать израильский экспорт железного купола. И поскольку официально оно является совладельцем, по сути, части ноу-хау, которая в этом зашита, в этой системе. Поэтому это не совсем подарок. Это не совсем подарок. А сколько сумма вот этого? Я вам сейчас скажу, знаете, я попробую сейчас найти, мне кажется, я даже где-то смотрел, мы говорим там о каких-то хороших деньгах. Ну, просто когда вы говорите подарок в плане отношений внутри западного мира, то каждый подарок, он всё-таки дарится, он просто красиво звучит, называется замечательно. Но если этот подарок не приносит, не окупается, не приносит чего-то существенно большего, ну, какой это подарок? Ну, это вам не девушке с Валентинку там с коробочкой конфет подарить. Знаете, вот тут с подарками всё как-то очень тяжело. Я много раз с американцами работал на эту тему. В очень большом количестве случаев вам говорят о помощи, которая 80%, 75-80, обычно 80, просто остаётся в копилке американской, или эксперты получают эти деньги, или их разворовывают, уж извините. До туземцев доходит процентов 15, их уже разворовывают на месте, и процента 2 остаётся что-то в деле. Хорошая КПД, как у паровой машины. Очень часто, очень часто, это идёт чёрт знает на что, совсем не на то, что нужно стране, как это со школами в Афганистане, школы для девочек, система афганских школ для девочек. И уже все спалили, девочки, не дай бог, получают кислотой в лицо. Ну, это просто катастрофа. В Афганистане, в Ираке, в российских грантах это так. Кстати говоря, в израильской системе как раз израильтяне выжимают КПД максимально, по-моему, из этого всего. Конечно, ну, смотрите, вот если мы говорим о цифрах, то помощь на 10 лет составляет, ну, там прямо пакет выделяется, то есть, они каждый год это подтверждают, но выделяется там договор, подписан, что в течение 10 лет будет военная помощь. Подписан договор порядка 30 миллиардов долларов США с 2007 года, то есть, вот он, скоро этот договор будет, то есть, если по годовой сумме, соответственно, если 30 миллиардов, то есть, 3 миллиарда ежегодно. Там есть, вот я посмотрел, тут есть на каждую, там довольно чётко выделяется, сколько из этого куда идёт, какой процент должен оставаться в США, какой процент, там это может каждый раз адаптироваться. Но надо сказать, что, значит, Израиль сегодня единственная страна, которая имеет такие привилегии по военной помощи, а именно, например, весь военный бюджет, который выделяется вот в рамках этого договора, он приходит через 30 дней после начала финансового года, хотя, в общем, другие страны, это идёт там в течение года траншами, например. И единственная страна, которая имеет право использовать часть американских денег на НИОКР. В чём здесь риск? Ведь, во-первых, ну, НИОКР, собственно, не американская история, а визитяне это будут делать, а во-вторых, риск заключается в том, что эти исследования, они на то исследования, что вы их привели, потратить можете кучу денег, а потом это не заработает. Или будет настолько дорогое, что потом в итоге примут решение вообще отказаться от итогов этой разработки. Поэтому это очень рисковая история, но даже в этом случае американцы идут на это, потому что израильские исследователи доказали свою профессиональную пригодность в этом плане. И, конечно, ну, я думаю, ещё определённые лоббистские, конечно, истории с этим связаны. Можно вот посмотреть, например, по каким конкретным. Вот если, например, смотреть по ПРО, по системам ПРО, например, то вот я могу сказать, что в течение нескольких лет, вот у меня есть данные, собственно, американского отчёта, с 90-го года по 2003, например, когда разрабатывала система Arrow, стрела, да, в переводе, там, первый, второй, третий запуск, ну вот и по 2015, если в 90-м году выделялось где-то 52 миллиона, то в 2015-м выделено 130 миллионов долларов. Ну, с учётом инфляции всё равно увеличение очень большое, совокупное, это где-то 2,5 миллиарда долларов получили израильтяне на это развитие. Почему? Потому что оказалось, что израильская система Arrow, которая начала разрабатываться незадолго до Бори в пустыне, оказалась гораздо более надёжной, чем ПТРОД. К вопросу. К вопросу, да. Ну, то есть, более ненадёжная, в данном случае, как сказать, она неэффективная по количеству сбиваемых ракет и так далее. Американцы поэтому стали активно развивать эту систему. Или вот, например, вообще запросы на десятилетие по ПРО в целом. На 2015-й год на железный купол был запрос на 351 миллион долларов. На Прощу Давида ещё одна такая система, 138 миллионов. То есть, мы видим довольно большие цифры. Хотя, как сказать, большие. На самом деле, если мы говорим про вооружение, это не такие большие цифры. Ну, и в масштабах страны тоже. И в масштабах страны, да. Ну, для израильтян это приличные цифры, понятно. Дело, что всё-таки страна маленькая. Страна размером с Молдавией. Ну, конечно. Населением не сильно отличается. Ну, 8 миллионов человек там с копейками, да. И, соответственно, эти суммы, вот я вот как раз смотрю, что Америка очень эффективно их использует. То есть, например, в 2014 году заключено соглашение между американскими соответствующими структурами и разработчиками вот этого самого железного купола о том, что часть продукции будет произведена, часть составляющих компонентов будет производиться на территории США. Всем хорошо. Израильтянам хорошо, потому что они реально получают более дешёвые компоненты из-за того, что им не надо импортировать ниоткуда сырьё. Американцам хорошо, это новые рабочие места, или они поддерживают свои страны, решают какие-то свои проблемы. То есть, тут выигрыши все. Плюс, ну, для американцев это ещё отдельная история, они таким образом, получив доступ, могут сдерживать Израиль в его экспорте. Дело в том, что... Без разрешения они всё, извините. Деньги-то, да. Есть и нет, есть американские компоненты в технологиях, всё. Да. Вы не выходите без разрешения американцев ни на какой рынок. Да. И тут они открыто пишут, вот отчёт, который я смотрю, они открыто пишут, что это нам позволяло эффективно сдерживать экспорт, военный экспорт Израиля в Китай. Это вот не забудьте просто о том, что когда у вас есть союзник, то он в любом случае союзник до того момента, пока вы не пересекаетесь с ним. Помните, по беспилотникам, по попытке создать российско-израильскую платформу, летающую для китайцев, по много чему. Они сделали всё, что возможно, чтобы это отсечь. Насколько я помню, по технологиям Лави это не удалось, и скандал был чудовищный. Но там не было американских компонентов. Ну, с Лави как раз там интересная история, что в итоге-то формальные причины того, что в 2000 году сделка по продаже вот этого нашего совместного действительно самолёта, дальней радиолокации самолёта с установками китайцам, была сорвана именно потому, что американцы посчитали в авионике, вот этой электронной начинкой самолётов, что там есть как раз технологии Лави, а Лави совместное финансирование, совместное ноу-хау. Хотя мы понимаем, что, и как бы, в общем-то, это для никого не досекрет, что Китай была болезненной очень точкой, потому что потом ровно такая же сделка через несколько лет была сделана для Индии. И туда прошло без ука. Потому что Индия – это противовес Китаю региональной. И, кроме того, Индия не завтрашняя сверхдержава, она там может наполовину, но Индия, безусловно, не имеет точек пересечения негативных со Штатами, ну, нет у неё. Разве что Индию раздражает американо-пакистанское сотрудничество, но американцы безумной скоростью пытаются освоить и ядерный рынок Индии, и рынок ВТС, при этом, кстати, жёстко соревнулись с Израилем по военно-техническому сотрудничеству. Ну, вообще, Индия – лакомый кусок, как мы знаем, для всех, ведь и для России индийский рынок является одним из приоритетных, если мы говорим про военно-техническое сотрудничество. И Израиль в 90-е годы довольно активно стал на него входить. Но тут были свои всякие истории. Тут недавно один из крупнейших израильских производителей, израильская военная промышленность, получила такую пощёточину в лице запреты, их там поймали на какой-то вроде бы взятке и так далее, им там запретили участвовать в каких-то тендерах на территории Индии и так далее. А Индия же, вот я насколько знаю, требует очень большой локализации производства у себя, и это никому не выгодно. Мы даже, ну, Россия несколько контрактов из-за этого потеряла, потому что мы просто не нашли точек сприкосновения, там чуть ли не 80%. Ну, израильтяне, кстати, идут на передачу технологий Индии, потому что в отличие от других стран соседних, они не видят для себя инды-израильской войны, они знают, что никогда эти технологии не уйдут к пакистанцам, и много чего другого тут тоже присутствует. Вот когда вы смотрите на израильское-индийское сотрудничество, удивительным образом они, в отличие от американцев, гораздо охотнее дают Индии технологии. Ну, да, по сути, ведь Израилю это в каком-то, опять-таки, это та история, в которой Израилю это выгодно. Если израильская технология и производство идёт на местном уровне, для Израиля это гораздо выгоднее, потому что это позиционируется как совместный проект. Израиль тоже имеет на это права, если это делается как совместные какие-то действия. То в итоге-то изделие само становится дешевле, просто потому что его дешевле там производить. Ну, несопоставимость, стоимость рабочей силы индуистской и израильской. А качество? Качество производства, качество рабочей силы. Ну, мы же можем с вами следить за этим, вы же понимаете, несмотря на то, что... Контроль включите, жёсткий. Да, да. Насколько было ступеней контроля в советской Европе на ВПК? Вам виднее, меня. Да, вот я хотел сказать, вам виднее, меня. Ну, во всяком случае, качество было абсолютно не то, что сегодня, потому что система госприёмки военная была просто на уровне 100% без брака. Всё остальное, хоть одна из миллиона деталей, но без брака, без даже намёка на возможность. Я думаю, что есть все возможности осуществить эту проверку, необходимое обучение и так далее. И я не вижу здесь проблем, я не могу сказать, что... Я подробно слежу за тем, как индусы учатся делать ракеты, но смысл в том, что... Но они для себя их делают. Они их делают для себя. То есть, вообще претензии какие могут быть? Да, они их делают для себя, по крайней мере, пока у них нету приоритета экспорта. Рынок внутренний очень ёмкий. Страна большая, угроз много, постоянную модернизацию проводить надо, поэтому они и у нас заказывают подводные лодки, и, с другой стороны, вот ракетные системы, они, в частности, по ракетным системам с Израилем работают. Более того, мы понимаем, что некоторые угрозы, в частности, исламистского терроризма, и у них существует, помним, хотя бы тот же Бомбей, да, или Мумбай, и тот же взрыв. А Кашмир. А Кашмир, тем более, да. Десятки лет. Который никуда не девается. И, в общем-то, поэтому Индия в этом плане благодатный такой, скажем так, регион, территория огромная, с большим, естественно, населением, которое нужно защищать. И я думаю... От добрых соседей. Я думаю, что перевооружение Индийской армии – это такая довольно интересная история, которая, мне кажется, может идти постоянно процесс, потому что пока идут разработки новых, ну, как обычно это происходит, цикл за цикл. Нет, Индийская армия, она по численности такова, что вы её перевооружаете, это как красить Бруклинский мост. Вы пока дошли до второго конца, у вас уже краска слезает с того, где вы начали. Конечно, но это есть факт, только китайский. Да, 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 совершенно верно. Я вам скажу больше. Знаете, например, одна из причин, по которой у нас не очень хорошо развивается сотрудничество именно в военно-промышленной сфере? Как мне сказали некоторые знающие эксперты, проблема в том, что израильтяне, в частности, боятся, что совместно разработанное вооружение попадёт в те руки, в которые они бы не хотели, чтобы оно попало в той же Хизбалии. Ну, сколько один караван не перевели или ещё что-нибудь, да? Это не то, что это специально Россия отдаёт оружие Хизбалии, никто, конечно, нет. Но... Это иранцам. Ну, иранцам, да. А иранцы уже разберутся дальше. Да, и это вызывает опасения у эстеблишмента, который имеет отношение к той группе эстеблишмента, которая имеет отношение к военной промышленности, они не готовы санкционировать сотрудничество, скажем, с нашей страной в этой сфере пока. Пока не будет каких-то договорённостей и гарантий с российской стороны, что этого не произойдёт. А Индия не является этим, что называется, кейсом, да? То есть, это не тот случай. Индусы никому не отдадут это оружие, и уж точно это не попадёт в руки ни Хизбалии, ни в КНДР, например. Самим надо. Самим надо, да, никуда это не попадёт. И, собственно, американцы тоже не тот случай. Хотя есть много вопросов у израильтян относительно Ариада и прочих... Ведь Саудовская Аравия – это союзник Соединённых Штатов. Союзник – союзник, да. Ну, смотрите... Ну, сложно тут сказать сегодня уже непонятно. Это очень сложно, да, очень сложно. Хотя, знаете, на одной конференции очень умный французский эксперт, когда в очередной раз израильтяне стали говорить про коалицию, про Ариад, он сказал, а с каких пор у нас Ариад – умеренный исламский режим? Говорит, вы когда даёте оценку, вы вообще посмотрите, чувак, как это происходит. У нас Ариад – не менее мягкий режим, чем иранский, ну, в кавычках, да? Только с другой стороны. Только с другой стороны. Суницкий ислам. Вопрос только в том, что пока считается, что мы можем этот процесс контролировать, как говорят израильтяне, да, то есть мы в этом плане доверяем американским союзникам, тем более, поскольку с американцами тот уровень сотрудничества, видимо, это проговаривается, потому что, в частности, если у американцев есть права на это ноу-хау, то и у израильтяна есть права на это ноу-хау. И тут может идти речь в обе стороны. И вполне возможно, это так и происходит, тем более, как вы знаете, мало какие армии мира продают совсем уж новую технику в другие страны, да, то есть продаётся техника, которая уже либо сейчас уже поступит у вас на вооружение новый совсем вид, ещё более совершенный, да, либо уже вообще секонд-хенд технику в рамках вашего перевооружения. То есть никто не торгует с другими странами, тем более, не близкими. Ну, с Израилем… С самыми последними. С самыми последними технологами. Израиль здесь как раз исключение для Америки, потому что, например, сейчас на F-35 будут ставиться крылья, которые произведены в компании Israel Airspace Industries, израильская авиакосмическая промышленность. То есть они, по сути, являются, если говорить, равноценными партнёрами, то есть реально они свои крылья ставят на американские истребители. Это серьёзная история. Да, а компания Elbit выпускает шлемы, которые нужны, шлемы последнего поколения для лётчиков, где уже у вас вся информация внутри, там эти HUD, так называемые, где постоянно у вас информация. При всём том, это очень интересно, очень много столкновений относительно Ирана. Израиль категорически не приемлет, причём как слева, так и справа. Не может простить снятия санкций. Не может простить снятия. Ну, то есть простить Израиля в той ситуации, чтобы прощать, не прощать, но они говорят, да, мы купили время. Но, говорит, смех ситуации заключается в том, что если Иран будет полностью соблюдать условия договора, то он оказывается на пороге ядерного вооружения настолько близко, что при любой смене власти в Иране, если это будет не Рухани и его команды, которые условные либералы, очень условные либералы, то и придут условно Ахмадинижад-дават, то очень интересная ситуация окажется в Израиле. Ну, сколько, полгода, говорят, да, где-то, и будет бомба. Ну, несколько месяцев, полгода максимум. Ну, тут, понимаете, я не специалист, я не хочу про это говорить, не знаю, но факт встаётся факт. От трёх до шести месяцев максимум. Понятно, что если это будет Япония, Аргентина или Бразилия или ЮАР, то, может, и два, на работах там больно много, но в случае Ирана это тоже довольно близко. Сейчас у нас новости, вот, Таш Христов с нами. Да, 5533-Вести, 8903-170-63-63. И возвращаемся в студию, у нас Дмитрий Марьясец в гостях. Остановились мы на том, что Соединённые Штаты как бы предали Израиль, поддержал, да, снятия Санкт-Петербурга. Ну, так мягко, я бы сказал, в форме. Они не только его предали, саудовцы, например, сказали, что их предали, восприняли, во всяком случае, это так. Ну, и всех предали, ну, и что теперь? Как обычно. Ну, жизнь такая. Не мы такие плохие, жизнь такая. Я думаю, что, смотрите, всё-таки надо понимать, что мы все должны смотреть на это с разных колоколин. С одной стороны, я Америку тоже могу понять. Мы все хотели действительно какого-то договора с Ираном. И, в общем-то, Россия тоже хотела какого-то договора с Ираном, участвовала в переговорном процессе, да, то есть, нельзя это забывать. Давайте вспомним, Кедми, чего говорит. В тот момент, как Америка понимает, что власть в Иране не свергнуть, хоть тресни, ну вот 30 лет, 35 лет прошло, всё, не сместишь. Ну, всё, значит, надо договариваться. Да. Вопрос. Это чисто принципиальная позиция. Менять свою точку зрения в тот момент, как понятно, что ты не переломишь эту систему, вполне себе американская. Вспомним Вьетнам. Да, я думаю, что это, более того, честно говоря, так вот если абстрагироваться от, собственно, Израиля, я думаю, что понятно опасение реальной войны с Ираном для Америки и для любой страны, собственно, для России, я думаю, это очень, поскольку Иран всё-таки сильная держава, даже несмотря на санкции, которые подкосили, конечно, экономический Иран, всё правильно. И сильно ближе к нам, чем ко всем остальным. И сильно ближе к нам, чем ко всем остальным, оказаться в ситуации военного противостояния с Ираном никому не хочется. Если есть ситуация, возможности договориться, то как бы... Кроме некоторых отдельно взятых специалистов по взаимодействию с Ираном, у нас же есть проарабское лобби, которое тоже сильно дёргается. Конечно, конечно. Вопрос... Я просто хочу сказать, что вопрос не такой однозначный, и, конечно, Израиль, который чувствует себя сидящим на вулкане и который ощущает, как этот вулкан разогревается периодически, конечно, у Израиля такое к этому отношение. Более того, было интересно, что Израиль позволяет себе достаточно жёсткие высказания напрямую говорить про это американским политикам. Это, конечно, портит им, я не знаю, аппетит на завтрак, но при этом обе стороны продолжают сотрудничество и развитие. Другой вопрос. Узнаете, есть такие интересные сюжеты, которые очень остро воспринимаются в Израиле. Например, как раз на той конференции, на которой я был в Израиле, там выступал посол Соединённых Штатов в этой стране Дэни Шапира, который вдруг позволил себе довольно жёстко высказаться по поселенческой политике Израиля. Когда я его слушал, я сидел рядом, как с вами, на первых рядах мы сидели с коллегами, я послушал, в общем-то, стандартная более-менее американская риторика про поселение, про запрета. Оказывается, что посол впервые, вообще посол за последнее время, с официальной сцены высокопоставленной конференции позволил себе такие высказывания. И тут началось, из всех источников по телевизору, по радио, в интернете, везде поносили этого несчастного Шапиру, над чём свет стоит, началось такое, ко мне все подходили, говорили, вот ты слышал, что Шапиру… А я как-то даже слышал, что он сказал, у меня это никакого… Мы привыкли. Да, у меня никакого это не вызвало удивления. А в Израиле это вызвало. И несмотря на это, ну, да, он сказал. Более того, как потом оказалось, что одним из спонсоров этой конференции было посольство США. И для Израиля очень характерна ситуация, что они настолько критично ко всему относятся, что они готовы, невзирая, что называется, на лица и на то, что, как бы, в общем-то, это… Говорить достаточно нелицеприятные вещи и, в общем-то, устраивать такое действительно, как говорится, на одесском сленге «вырванные годы» американскому послу. Года не знаю, а несколько дней, так они ему точно устроили такой переполох, что я думаю, что он будет в следующий раз другой текст напишут на конференцию. Или нет, посмотрим. Я к чему? Я к тому, что, вы знаете, принято как бы считать, пытаются создать зачастую обе страны во внешний мир, такую картинку, с одной стороны, что Израиль это там 50-н штат США, и что вот такое сотрудничество было, и что вот они такие замечательные союзники, и что американцы там единственные надёжные опоры и так далее. С одной стороны, всё похоже на правду. Ну да, Америка постоянно поддерживает Израиль в ООН и так далее, это правда. По всем базам, каким-то вопросам, да. Да, там Америка действительно, вот этот уровень сотрудничества, о котором мы говорили только что, он действительно есть, никуда он не девается, и всё с ним хорошо. Но Израиль никогда не был для американцев удобным союзником. Всегда, ещё с 50-х годов, когда союзнические отношения только зарождались, Израиль позволял себе, что называется, ерепениться, ощетинивался, не соглашался с мнением старшего товарища, более того, пытался что-то втайне от него делать. Заигрывать Советским Союзом. Заигрывать Советским Союзом. Это как бы даже младшая ИЗО на тот момент была, пытался втайне построить и построил, как мы знаем, судя по всему, там ядерный проект свой. И насколько нам уже известно сегодня, что чуть ли даже там какие-то непотёмкинские деревни строили, чтобы американцы ничего не заподозрили и так далее. А иначе не было бы Израиля. Если следует Советам Америки, мы помним двухтомник доктора Эпштейна, то там просто из добрых намерений они действительно искренне хотели помочь. Ну, вот врагов уже не надо, если те хотят помочь. Он у нас в 90-е годы же, американцы хотели нам помочь. Много советовали, мы следовали их советам, результат известен. А вот Украина, которая следует американским советам, как там хорошо. Да, ну, видите, мы с вами находимся, смотрите, я, как сказать, я далёк от мысли идеализировать кого-либо, но я считаю, что мы же понимаем с вами, что в любой стране есть разные точки зрения, и в любой стране есть люди небольшого ума, которые, к сожалению, дорываются до принятия решений. Я думаю, что такое происходит везде, и Америка как большая страна не исключение. И да, наверное, как вы знаете, я зачастую вижу следующее, что глупости, они всегда всем сразу видны. Вот когда Америка ошибается, поскольку она ошибается, если ошибается, то по крупному, как положено большой крупной стране, она сразу ошибается по крупному. Вот вторглись в Ирак в 2003-м году. Это крупная. Да, которая изменила, в общем-то, хоть мы не было бы Сирии, если бы не было Ирака. Да и Ливии, да и Ливии, всё очень. Да, то есть крупная ошибка, которая аукнулась всем. Но умные вещи, которые делали США, они зачастую гораздо менее заметны, хотя я думаю, что их не меньше. Да, и это интересно. Примеры? Примеры, вы знаете, при всей негативной истории, связанной с черночной дипломатией Киссинджера, я думаю, что то, что было тогда сделано, это хорошо. И то, что был мирный договор между Израилем и Египтом заключён в 1979-м году, если говорить про Ближний Восток, я считаю, что это абсолютно позитивная история, и если бы тогда не посредничество Соединённых Штатов и конкретно товарища Киссинджера, ничего бы не было. Я считаю, что это позитивный, особенно на тот момент позитивный шаг. И, в общем-то, он доказал свою позитивность уже на протяжении 30 лет. Я думаю, что на самом деле возвращение Китая, то, что в 70-х состоялось возвращение Китая во семью, скажем так, народов, в каком-то смысле, несмотря на всё противостояние, это тоже интересный пример. Я вам приведу, кстати, ещё один простой пример, это Германия. То, что США не наступила на грабли мирового сообщества после Первой мировой войны и не стала унижать и добивать Германию, а наоборот, привела к тому, что Германия вернулась, то есть, проиграв войне, но всё-таки осталась в рамках цивилизованного мира и не воспитывала в себе очередное унижение и не готовится теперь к Третьей мировой, а вполне находится в рамках существующего миропорядка, который нам ближе, честно говоря, да. И более того, сегодня Меркель – одна из немногих политиков мужчин в Европе по своему типу поведения и, может быть, ведущий политик сегодня в Европе. И это, мне кажется, достаточно грамотно, и, конечно, это было сделано во многом при поддержке и по каким-то... Но ведь мотивы были ещё в том плане, чтобы Советский Союз унизить, часть вот этого, который контролирует Советским Союзом, показать разницу между двумя строями, что ли? Заметьте, насколько у нас всё демократично и в отношении Киссинджера, и в отношении Меркеля. У меня ровно противоположная точка зрения, а я ведь сижу и молчу. Да-да-да, плюрализм. Пусть расцветает тысяча цветов, как говорил Мау. Ну, некоторым из наших коллег мы уступаем эту возможность, но не всем. На самом деле, проблема здесь в том, что американская политика всегда эгоистична, всегда прагматична. Есть великая легенда на тему того, что вот, наверное, евреи же за своих, как за своих мы хорошо знаем, по тому же, кстати, Киссинджеру. Карьера – это карьера, и вообще первое, что ты видишь, когда ты знакомишься с людьми из Госдепа, как их бесит само по себе существование Израиля, которое позволяет себе отстаивать собственные интересы, а не идёт по принципу чего изволить в фарватеры интересов американцев. Конечно. Вам сказали, как надо, и… А тут не получается, очень часто. Так что… Не, ну, Евгений Альич, согласитесь в том, что ни одна страна, если бы на неё не была, не было у неё эгоистической какой-то политики, она бы просто не выжила. Ну, я себе с трудом представляю, что у России не эгоистическая позиция. Другое дело, с каких предпосылок и идеалов исходят базовых каких-то при правлении. И насколько мы грамотно соотносим реальность с идеалами и с нашим желанием там быть, это другой разговор, и насколько мы это можем конфигурировать. Понимаете, ну, я не верю в то, что Россия всё делает в мире сугубо из альтруистических убеждений. Может быть, сумасшедший. Правильно. Поэтому, как сказать, да, у Америки своё понимание происходящее, у нас своё, они очень часто не сходятся. И мне кажется, что это нормально, и нормально это обсуждать, и нормально показывать друг другу на те ошибки, которые мы совершаем. Это нормальный процесс. Карма такая у нас, жить на одном глобусе. Ну что, делаем небольшую паузу на новости. Вот Наталья Христова пришла. Евгений Альич забыл сегодня комплимент. А у нас ещё куча времени. 55-33-Вести, 8-903-170-63-63. У нас в гостях, напоминает Дмитрий Марьясис. Дал возможность в какой-то веке похвалить Наташу вам. Мне ещё и замечания за это дело. Вот так всегда. 15 часов 48 минут в Москве. Возвращаемся к разговору с Дмитрием Марьясисом. Дмитрий, и так получается, что, ну, вот, если мы поговорим опять об Израиле, и Америке, и России, то вообще очень сложные отношения, и Израиль с Америкой, хотя, казалось бы, и дружат, но как-то так холодно. Да, конечно. Более того, мне кажется, понимаете, в чём дело? Что вот эта вот очень большая ошибка, любые отношения выстраиваясь по примеру дружбы. Потому что дружба – это какой-то такой тёплый, очень эмоциональный история, и если там… Между людьми, скорее, чем между странами. Да, причём между людьми. Поэтому в этот момент, когда кто-то выстраивает это по формату дружбы, это, знаете, это как-то, ну, вызывает подозрение либо в неискренности, либо в действительно несерьёзности отношений, если мы говорим о странах. Потому что действительно, как я себе это вижу, не будучи особенно там, наверное, сильным политологом или теоретиком в этом отношении, но мне просто кажется, и мы это видим на опыте, что адекватность будет появляться тогда в отношении, когда две стороны честно другу скажут, да, мы сегодня союзники, вы выгодны нам, мы выгодны вам. Потому-то, 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 потому-то. Первое, второе, третье, четвёртое, пятое. Вот мы сегодня с вами поговорили. Научные исследования, военные поставки, там, экономические ресурсы, да, в частности, природные, ещё что-то, пожалуйста, всё, что угодно. Мы поэтому с вами тесно сотрудничаем. Но у нас свои интересы, у вас свои интересы. Да, поскольку мы сотрудничаем, мы союзники, то мы готовы договориться, по крайней мере, начать договариваться. Учитывать. Учитывать, да, начать договариваться под тем параметром, где мы расходимся изначально. Как только мы дружим, то это возникает формат обиды. Понимаете, вот ты мою бутылку взял, я теперь с тобой дружить не буду. Да, и всё. И как бы что с этим делать? Это как бы не... А как с Эрдоганом? Мы же друзья... Чё ж вы, мы, ну, подумаешь, чё между друзьями не бывает? Ну, сбили мы вам пару лётчиков. Только кого друга потерять? Вот, видите, и мы как бы... А по нашему представлению, что ты друг, да не сбивай ты наших лётчиков, позвони. Вот, кстати, хороший пример про Эрдоган и, скажем, про Израиль. И вот в 90-е годы активно... Ну, была очередная попытка запустить отношения между Турцией и Израилем. Надо сказать, и Турция с Израилем в 50-е годы очень активно сотрудничала, была же даже такой тройственный союз в каком-то смысле, особенно на уровне спецслужб, да, периферийный альянс между Турцией, Шахским Ираном и Израилем, как бы, да, не арабскими силами Ближнего Востока, да. Было-было, только кончилось. Только кончилось, ну, сначала, ну, в первую очередь из-за шахской революции, да, в смысле, из-за исламской революции, из ухода, скажем так, с политической арены шаха, это закончилось. Но, так вот, в 90-е годы опять было хорошо всё с Турцией и выстраивались отношениями. Да, хай-так весь сделали, в конце концов, именно израильтяне. Да, и военные поставки, танки свои израильтяне ставили в Турцию. И модернизировали американские, всё было замечательно. А потом Эрдоган. А потом Эрдоган. И тоже сначала всё было замечательно. При этом, что интересно, что, несмотря на всю эту историю с Нави и Марморой, с этим, вот, я напомню, да, слушателям, что был так называемый флотилия свободы, как бы, чтобы официально, чтобы пробить блокаду сектора Газа, который Израиль, как бы, незаконно взял вот этот самый сектор. Как считали турки. Как считали турки. Но там было определённое столкновение, было определённое количество погибших с турецкой стороны, потому что казалось, что они… Турки всё это организовали при этом. Да, потому что казалось, что у них было оружие, хотя какое, может быть, у гуманитарного конвоя оружие на борту и так далее, и там возникло. Возникло охлаждение очень серьёзное. И даже риторика была очень жёсткой. Но если мы посмотрим на экономическую статистику, то она не такая плохая, потому что взаимные интересы были выстроены и на уровне экономики научились договариваться. Да, некоторые проекты развития, они были отменены, особенно связаны с ВПК, который, конечно, очень чувствительен к политической ситуации по понятным причинам. Но посмотрите, если мы посмотрим на плохую экономическую статистику, то у нас Турция, вот я вам смотрю статистику за 2014 год, Турция по экспорту-импорту занимает 1, 2, 3, 4, 5, где-то 5, 7 место среди крупных израильских партнёров за 2014, скажем, год. Это при том, что это, я сейчас говорю, 2014 год, то есть, это вовсю ещё как бы вообще даже нету намёков на то, что Эрдоган, как сейчас, хочет опять сотрудничать с Израилем, как бы на политическом уровне. Я к чему это? Что если у нас сотрудничество строится на принципе разума, а не принципе эмоций между странами, то даже когда с одной стороны возникает вот эта эмоциональная реакция в виде Эрдогана, неуправляемая, то другие силы... Уравновешивают. Уравновешивают, балансируют. Да, наверное, не до таком уровня. Наверное, есть определённый негатив, и все люди всё-таки не роботы, по-разному подвержены такого рода влияниям, это понятно, но всё-таки отношения выстраиваются, и это создаёт возможность вернуться. Сейчас Эрдоган опять хочет наладить отношения с Израилем на политическом уровне. Ну, понятно, он оказался в тупике, ему уже больше не на кого положиться, но Израиль очень, надо сказать... Да, к такому другу... Да, очень осторожно к этому подходит. Опять-таки, это не означает, что сворачивается двустороннее экономическое сотрудничество. Например, одной из частных энергогенерирующих станций, ну, как бы, владеет холдинг, в котором одним из ключевых игроков является турецкая компания. Пожалуйста. Энергетика в любой стране, как вы понимаете, энергогенерация, это чувствительная для любой экономики инфраструктурная область. Пожалуйста. То есть, уровень доверия всё-таки уже сложился. Но все воспринимают такие отношения нормально. Просто с Турцией никогда не выстраивались отношения по формату дружбы. А вот когда мы начинаем говорить с Америкой вот про эту дружбу... Особые отношения. Про эти особые отношения. Мне кажется, что вот это вот внесение вот этого эмоционального подтекста, оно сразу вносит на самом деле деструктив. Ты можешь дружить с американцем, ты не можешь дружить с Америкой. С Америкой. Совершенно верно. Более того, любая... Я знаю одну страну, с которой дружит Америка. Это Америка. При этом, когда ты смотришь на внутреннюю систему отношений, уровень взаимной ненависти на праймериз, на любых соревновательных вещах, конкуренции, готовности задушить 100%. Конечно. Ну, что теперь делать? Конкуренция на всех уровнях, при этом всё американское гораздо лучше, чем всё неамериканское. Это сделано всё в Китае. Ну да, примерно так. Ну, что теперь поделать? Мир так устроен. А при этом израильтянам действительно удалась уникальная система взаимоотношений с Америкой, потому что у них, в общем, не было никаких иллюзий с самого начала. Более того, социалистический в основе своей Израиль дико раздражал Соединённые Штаты, и американских евреев он раздражал больше всего. Замечательно известная история, когда Голдемейр и Бен Гурион поехали в Штаты на первое, что называется, знакомство, фандрейзинг. И выступая Голдемейр, которая, да, она родилась в Киеве, но она много жила в Америке, начала говорить чего-то про счастье рабочего класса и про построение социализма в Израиле, Давид Бен Гурион её быстро остановил, потому что рассказывать это людям, которые в том числе уже в те годы ещё многие в Советском Союзе потеряли имущество и бежали от гражданской войны, ну, как-то было очень уж не так, тем более там было достаточное количество евреев из Прибалтики, из Западной Украины, которые просто только что бежали, и там уж не важно было, они бежали от Гитлера, от Сталина, но они понимали, что вот только что они были богатыми, и теперь всё надо начинать сначала. И несмотря на эту пропасть, а это серьёзная достаточно была проблема, им наладить отношения удалось. на сантиментах, на каких-то мостах, которые выстраиваются абсолютно личные, очень сложно это описать за пару минут оставшихся до конца программы, но здесь очень важно понимать, торопиться некуда, много надежд – это вредно, отношения могут быть только спокойными и деловыми, никогда нельзя безоглядно обниматься и верить. Верить, ну, in God we trust all other pay cash, что на простом русском языке означает «Господу Богу мы верим», а остальные платят наличными. И это нормально, у нас достаточно много опыта общения с американцами, чтобы перестать кричать «они страшный враг», они просто нормальная эгоистическая толпа народа, собранных на этом полуконтиненте. Я скажу только одну вещь, нельзя недооценивать бизнес-связи. Когда в Microsoft в Америке, в американский Microsoft в Израиле работают несколько тысяч человек, и они работают не просто собирая железки, они разрабатывают критические для этой компании технологии, когда все микропроцессоры компании Intel были придуманы, в частности, всё, что начинается с 486, 32-разрядных процессоров, так называемые, все эти наши петь, в частности, двойное ядро, это Core Door и так далее, были придуманы центром Intel в Израиле, то есть израильтянами. Так куда же ты денешься? В этот момент, если ситуация становится критичной, весь американский бизнес и хай-тек бизнес встанет просто на дыбы, включая главой, да, Бергшир Хэтэуэй, знаменитого Уоррена Баффета, который купил свой первый за пределами Америки прямую инвестицию, сделал в Израиле. В ИСКАР. В ИСКАР, совершенно верю. Так кому проще американскому президенту объяснить, что не надо что-то делать, чем закапывать свои деньги в таком количестве. В таком количестве. Но у нас-то, к сожалению, нет отношений в экономике такого размера, как есть у Баффета. Москва не сразу устроилась, вопрос желаний, мне кажется, что сейчас есть именно, создаётся та политическая и экономическая платформа, на которой такие отношения могут быть выстроены. Мне кажется, уже обе стороны к этому готовы. Всё же тоже не сразу. Не исключено. Ну что, делаем паузу. Спасибо Дмитрию Мариасису. В следующем части мы продолжим обсуждать самые главные темы дня.